библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий георгиевич добыкин мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами продолжаем читать книгу идифи сегодня восьмая глава но это середина книги всего книги 16 глав и вот наконец в восьмой главе появляется главная героиня этой книги та самая женщина которую зовут иудивь которая и спасет город город витилую и всю иудею от завоевания алаферна который пришел для того чтобы захватить иудею уничтожить святилище святилище истинному богу и заставить евреев поклоняться на уходоносору как богу мы помним что все эти имена ненастоящие это все псевдонимы вот но давайте итак в эти дни услышал иудив дочь мирари сына окса сына иосиф сына азиила сына елки сына анания сына гидеона сына рафаима сына экифона сына ильи сына и лява сына нафанайла сына саламои смела и мила сына саласада сына и еля здесь дается большая родословная а если в библии приводится большая родословная это обычно считается признаком благородного происхождения или богатого происхождения чаще всего благородного происхождения здесь огромная родословная она конечно не восходит к не восходит, конечно, каким-то праотцам, там, двенадцати патриархам, но достаточно большая. Дальше говорится о том, как Иудеев, а имя Иудеев переводит, значит, Иудейка, стала вдовой. Муж ее Манасия, из одного с нее колено и племени, умер во рюме жат в ячменя, потому что, когда он стоял в поле, приблизь связавшись на пыль, зной упал на его голову, и он слег в постель и умер в своем городе Ветилу, и его похоронили с отцами его на поле между Дофаимом и Баламуном. Ну, хорошо. Иудеев стал Иудеев в своем доме три года и четыре месяца. Значит, что здесь интересно? Вот Иудеев придерживается целебата, причем этот целебат будет пожизненный. Но если обратиться к каноническим книгам Священного Писания, то вот такого понимания о том, что женщина должна после смерти мужа не выходить замуж, а оставаться вдовой, эти вещи у Иудеев появились достаточно поздно, уже в межзаветный период, то есть между V и I веком нашей эры, V веком до Рождества Христова, и I веком после Рождества Христова. То есть до этого ничего не было. То есть появилась вот эта идея о том, что вдова должна сохранять свое удовство. И это считалось хорошим. Хотя Священное Писание нигде об этом не говорит, что так и должно быть. Ну, естественно, Ветхого Завета. Вот. Значит, что делает Иудеев? Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чесло свое вретище, была на ней одежда вдовства ее. Она постилась в соседние вдовства, все, кроме дней предсубботами и суббот. Дней перед новомесячами и новомесячей, и праздников торжеств Дома Израилева. Она была красиво видом, и себя привлекательным взором. Муж ее моноси оставила много золота и серебро, слуху служанок, скот и поля. Чем она и владела? И никто не коррел ее слом-слом, потому что она была очень богобоязненна. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, зачем она сделала шатер? Ну, наверное, у всех вас есть опыт жить в палатке. Ну, и понятно, что в палатке днем жарко, ночью холодно, ну, и как бы не особо комфортно. Вот. И то, что она делает такой шатер, это скетизм. Это скетизм, который тоже появился у евреев в межзаветный период. Если мы читаем Ветхий Завет, то там вот такого скетизма, такого скетизма, его нет. И кроме этого она носила вретище. Вретище это грубая одежда. Вот. Она носила одежды вдовства, то есть одежды без украшений. Все видели, что это вдова. Вот. Она постилась. Перечисляются посты. Эти дни нигде не говорится, что должны быть постными. Понятно, что пост это не наш пост, когда мы там воздерживаемся от каких-то видов пищи. Это пост, когда человек не ест и не пьет в течение светлого времени суток. Она боялась Бога, и никто не считал ее плохим человеком. Хорошо. Услышала она о дурных речах народа против начальника, потому что они молодушествовали по причине скудения воды. Услышала Удив и о всех словах, которые сказал им Ози, как он поклялся им через пять дней сдать город Осирианам. Ну, вообще-то Ози не клялся, что он сдаст город. Он просто пообещал, сказал, что так и произойдет. Вот как раз евреи клялись, но не Ози. И послала на служанку свою, распоряжавшую всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, старейшин ее города. Они пришли, и она сказала им, выслушайте меня, начальники и жители Витилуи. Не право слово ваше, которое вы сегодня сказали пред народом и положили клятву, которую изрекли между Богом и вами. Сказали, что сдадите город наш врагам, если на этих днях Господь не поможет вам. Кто же вы, искушающий сегодня Бога и ставший вместо Бога посреди сынов человеческих? Ну, обратите внимание, как она к ним обращается. То есть, понятно, что она богатый человек, но у Озии и вот этих двух людей, у них есть власть. Ну и причем, не забывайте еще одно, ведь это не 20-й, не 21-й век, это время до Рождества Христова, никого феминизма, конечно, нет. То, что она выступает и говорит так, пообращаясь к властям, свидетельствует о ее независимости и силе. Вот она указывает на то, что они неправильно поступают, неправильно делают. Ну и что здесь интересно? Они, вот эти вот начальники, стали на место Бога, что является, конечно, сугубым грехом. Ну, давайте дальше читать. И разберемся с этой речью. Вот вы теперь испытуете Гоство Вседержителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам непосредственно убены сердцу человека, непонятство в мысли его. Как же вы испытываете Бога, сотворившего все, и познайте ум его, и поймете мысль его? Нет, братья, не проглядывайте Гоство Бога нашего. Ну, здесь очень интересная мысль, такая сравнение. То есть человек, другой человек, не может заглянуть в сердце, ну, в разум другого. Он не может этого понять до конца, что движет этим человеком. Но как можно заглянуть в сердце или в мысли Бога? Он не человек. Если до человека мы можем там догадаться, как он там, как он мыслит или как он делает, здесь это невозможно. И более того, такая попытка, это грех, и поэтому он вызовет гнев Божий. Ибо если он не захочет помочь нам в эти пять дней, то он имеет власть защитить нас в каком угодном ему дне или поразить нас пред лицом врагов наших. Не отдавайте же в залог совет не отдавайте же в залог совет у Господа Бога наше. Богу нельзя грозить, как человек нельзя, и указывать ему как Сыну Человеческому. Ну, здесь очень интересная мысль. То есть здесь говорится о том, что Бог абсолютно суверенен в своих решениях. Богу нельзя сказать делай так или делай этак. Или Бога загнать в такой тупик или в угол. То есть вот мы, если ты не смешаешься, то через пять дней мы сдадимся, нас захватят, нас истребят и истребят тех, кто принадлежит тебе. Бог сам решает защищать свой народ или его отвергать. Посему, ожидая от него спасения, будем призывать его к себе на помощь. И он услышит голос наш, если это ему будет угодно. Ну, здесь говорится о молитве. Понятно, что прошение это молитва. И когда человек молится, он, конечно, должен верить. Но в то же время он должен понимать, что Бог сам решит, как ему поступить. Так или иначе. ибо не было в родах наших и нет настоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, которые кланялись бы богам рукотворенным, как было в прежние дни, за что отцы наши преданы были мечу и расхищению и пали великим падением пред нашими врагами. Ну, здесь явно отсылка к Вавилонскому плену, когда евреи были уведены в плен, за что? За то, что они поклонялись чужим богам. Но мы не знаем другого бога, кроме его, и потому и надеемся, что он не призрит нас и никого из нашего дома. Ибо с пленением нас падет и все аюдеи, святыни наши будут разграблены, и он взыщет осквернение их от уст наших, и убиение братьев наших, и пленение земли, и опустошение наследия наше обратит на нашу голову среди народов, в котором мы будем порабощены, и будем в соблазне по отношению тех, которые овладеют нами, потому что рабство не послушит нам в честь, но Господь Бог наш именит его в бесчестие. Ну, давайте здесь разбираться. Здесь достаточно понятна мысль Иудифи. Она говорит о том, что надо надеяться на Бога, Он нас спасет. Когда-то наши отцы грешили и были наказаны, здесь мы должны вести себя по-другому. То есть, она призывает полному послушанию воли Божьей. Вот такое небольшое примечание. Вроде бы кажется, что Иудеев говорит так, ну, давайте все, просто все прекратим, то есть, сойдем со стен, встанем на колени и будем молиться. Может показаться такая мысль. Нет. Вот такой подход не библейский. Да, нужно молиться, да, нужно призывать помощь Божия, но в то же время надо что-то делать. Надо стремиться, надо искать выходы. Хорошо. Вспомните, что он сделал с Авраамом, чем искушал Исаака, что было с Иаком, сирийской Месопотемии, когда он пас овец Лавана, брата матери своей. Как их искушал он не для истязания сердца, так и на с ним мстит, а только для вразумления наказывает Господь, приближающийся к нему. Здесь отсылка к истории, которые происходили с Авраамом и с его сыном и внуком. Вот искушение, когда речь здесь идет об искушении, это не то, что соблазн, потому что в русском языке слово искушение звучит как соблазн. Нет, искушение в Библии это проверка. То есть для чего Бог проверяет нас? Для того, чтобы понять, насколько мы его любим. Вот наказывает Господь, приближающийся к нему, это практически буквальная цитата из книги притчи, где сказано, кого Бог любит, того и наказывает и бьет всякого сына, приближающего к себе. Это потом будет пересказано еще в Новом Завете. Озя сказал ей, все, что ты сказала, сказала от доброго сердца, и никто не будет противиться словам твоим, ибо не с настоящей только дня известна мудрость твоя, но от начала дней твоих весь народ знает разум и доброе расположение в твоем сердце. Вот здесь очень интересно, смотрите, то, что Иудеев говорит Ози, оно неприятное, оно неприятное, критикующее, и мало кто кому нравится, чтобы его критиковали. Но нужно понять, что Ози не какой-то там злодей или какой-то грешник, он действительно человек праведный, потому что он здесь в предыдущих главах молится, он призывает Бога, он надеется на помощь Божия, и то есть он мудрец. И соответственно, когда он слышит мудрую речь, которая его критикует, он поступает как мудрец, он принимает эту критику и спокойно ее выслушивает и дает какие-то там ответы и советы. Хорошо. Но народ истомился от жажды и принудил нас поступить так, как мы сказали им, обязав нас клятую, которую мы не нарушим. Помолись же о нас, ибо ты жена богочестивая, и Господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды. Значит, ну, здесь как бы Озия отвечает отчасти, как когда-то отвечал Аарон, которого заставили евреи сделать золотого тельца. И ну, народ нас просит. О чем он просит? Он просит ну, как бы даже не о спасении. Он просит просто о помощи Божьей, чтобы пошел дождь, наполнив эти хранилища, эти цистерны с водой, ну, и тем самым они там наберутся сил и продолжат сдерживать осаду. Ну, Иудиф уже знает, что она собирается сделать, и поэтому она так говорит. Иудиф сказала им, послушайте меня, и я совершу дело, которое принесет, пронесется нам на рода нашего, рода родов. Встаньте в эту ночь в ворот, а я выйду с моей служанкой и в продолжение дня, дней, после которых вы решили отдать город нашим врагам, Господь посетит Израиль своей рукой. Ну, то есть, Иудиф, говоря, что Бог посетит Израиль своей рукой, она говорит, что Бог спасет Израиля. «Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколе не совершится то, что я намерен сделать». И сказал Еузия и начальник, «Иступай с миром, и Господь Бог пред тобой на обещание врагов наших». И вышли из шатрая и пошли к полкам своим. Ну, давайте здесь разберемся, значит, почему Иудиф отказывается сказать, что она собирается делать. Ну, здесь все очень просто. А вдруг она расскажет, а это какими-то путями дойдет до Алаферна. Поэтому она говорит, не спрашивайте, это секрет. Но Озия, как человек мудрый, он понимает, что Иудиф действительно имеет какие-то секреты, она знает, что ей надо сделать, и поэтому он говорит, делай, мы поможем во всех твоих просьбах. Ну, на этом заканчивается восьмая глава. Дальше, конечно, девятая глава, но об этом и о том, что там произошло, мы поговорим с вами в следующий раз. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Игоревич Добыкин. Всего доброго. Мы были на библейском портале Экзегет. До новых встреч. Продолжение следует...